Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня с вами мы будем готовить рыбу под маринадом. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно, значит, рыбка. Я выбрала филе минтая. Сметана 20% у меня, половинка у меня здесь, я половину уже использовала. Это томатная паста, две луковицы и морковь. Морковь, кто уже смотрит меня не первый раз, знаете, как я заготавливаю морковь. Я ее натираю на терке, потом кладу в пакетик и в морозилку. И когда мне надо, чтобы каждый раз не тереть, лишней работой не заниматься, как мне надо, достаю из морозилки, кусочек отрезаю, сколько мне нужно. И, значит, начинаю приготовление. Так как у меня морковь из морозилки, я вот отрезала кусочек, я сюда налила в сковородку растительное масло. Вот, и сейчас начинается, чтобы она у меня началась... Что-то у меня, извиняюсь. Так, что-то у меня маленько камерет, все поправила я. И, значит, морковь у меня начинает подтаивать. И в этот момент я начинаю резать лучок. Значит, я выбрала, как я уже вам говорила, для этого блюда филе минтая. Можно взять просто минтай, да? Но если мы возьмем просто минтай, то, соответственно, мы понимаем, что у нас будет работы побольше. Просто чуть-чуть побольше работы. Пока мы почистим, поотрезаем плавнички. А здесь получается, как бы, работы поменьше. Филе минтая я взяла, вот здесь вот у меня килограмм. Обошлось мне 270 рублей. Но, естественно, не филе, будет подешевле. А так блюдо, я говорю, готовится очень легко и просто. Как в основном все мои блюда, которые я готовлю для своей семьи. Еще раз повторяю, что у меня не кулинарный канал, а просто я показываю, что я готовлю для своей семьи. И, может быть, кто-то выберет, что-то кому-то понравится. Вот. И будет тоже готовить для своей семьи. Вот. Выбираю в большинстве случаев я рецепты, чтобы блюдо выходило вкусным. Но и рецепт был не замысловатый, не особенно тяжелый. Не напрягаться особо. Вот. Нарезали лучок. И сейчас это все дело под крышку. Так, видно вам? Видно. Так, сейчас все это дело под крышечку. И все это у меня должно поджариться. Так, ну что у нас? Лучок с морковкой поджаривается, да? Вот. Видно вам. И сейчас будем добавлять томатную пасту и сметанку. Вначале томатную пасту я прям-таки вот так положу побольше. Две столовых ложечки. И сметана. Сметана у меня, значит, здесь 20% это я вам говорила. 300 грамм. Вот. Но я уже отсюда чуть-чуть брала. То есть у меня здесь уже половинка. Вот так вот. И прям этой ложкой я кладу, которой клал томатную пасту, потому что сметану я буду все выкладывать. Так, вот этот краешек мы сейчас отрываем. Он нам не нужен с вами. Так, и все это дело перемешиваем. Сметанку, лучок, морковку и томатную пасту. Кто готовит постоянно, ну, в принципе, готовим и все-все хозяйки, да? Уже вот только лук с морковью жаришь, да? И уже на кухне появляется такой аромат. Прям вообще, казалось бы, что просто лучок и морковка. А уже запах идет такой вкусненький. Так, эта баночка у нас получается с вами 300 грамм, как я сейчас только прочитала. И сюда я наливаю водички холодненькой. Наливаю водички и все перемешиваю. Здесь у меня как раз и сметанка, которая осталась на краях, заберется. И водичка. Так и так нам нужна. Опять же, всегда говорю и повторяюсь. Никакой рецепт не принципиальный. Почему? Потому что я взяла, допустим, две луковицы, чтобы блюдо было посочнее. Так, водички видно, что мало. Добавляем еще. Вот, кто-то вообще лук не переносит, да? Ну, просто у человека непереносимость лука. Да и ради бога, не добавляйте вы лук и все. Да? Или же, допустим, ну, много лука не хочет. Добавьте одну луковицу. Но я всегда знаю и говорю, и повторяюсь вам несколько раз, что если чем больше лука, тем блюдо получается сочнее. Вкус насыщенней гораздо. Так, выливаем вторую. Ну вот, теперь все у нас. Видно, что предостаточно всего. Так, видно вам хорошо. Сейчас я вас поближе поставлю. Вот так вот хорошо вам все видно. И размешиваем. И действительно, блюдо готовится очень быстро, легко в приготовлении и вкусненько для разнообразия приготовить. Очень и очень даже вкусненько для разнообразия приготовить. Так, теперь сейчас мы все это дело присолим. Рыбку можно выбирать по вашему вкусу. Значит, можете взять ег, можете взять палтус. Ой, палтус, потасу. Палтус, говорю. Ну, палтус только, да. Палтус только в таком маринаде и готовить, естественно. Вот, значит, любую, какая вам рыбка нравится, такую и берите. Скумбрию, если хотите. Что хотите, берите. Так. И, конечно, лавровый листочек добавляем. Так, у нас, видите, какой насыщенный, хороший такой маринадик. Так, и теперь потихоньку раскладываем нашу филешку. Вот, все кусочки раскладываем, чтобы они у нас с вами погрузились в эту атмосферу маринада. Пропитались все. Гарнир можно подавать любой. Если кто-то любит пюрешку, кто не любит пюрешку, то, пожалуйста, с рисом подавайте. Можно просто, кто на диете, можно, естественно, просто огурчик, помидорчик сделать, салатик. Очень тоже вкусненько. Вот. И потихоньку так раскладываем все наше филе. Так, ну что, рыбку мы с вами всю утопили в маринадике. И теперь пусть она у нас с вами тушится где-то на слабом огне, где-то минут сорок. Ну, соль, перец, это я уже говорила, все по вкусу. Вот такая у нас с вами красотень, красотущая, да? И вкуснятина тоже. Для разнообразия можно. Не все, допустим, есть курицу, мясо. Можно иногда и устроить себе и рыбный день. Вот. Еще раз что хочу сказать вам, дорогие мои. И не обижайтесь то, что я, как сказать, рецепты сопровождаю разговорами. У меня, я еще повторяюсь, не кулинарный канал, а именно, так сказать, я показываю, как я и готовлю для своей семьи. И хочу-то также общаться с вами. То есть, чтобы у нас был с вами и разговор, и общение. Еще раз вас прошу, пишите побольше комментариев, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вот. И, как сказал Леопольд, давайте жить мирно. Вот. Ну, окончание блюда я, естественно, покажу вам, что получается. Ну, здесь уже даже и показывают. Здесь можно все догадаться, что просто вкуснейшая рыбка под маринадом. Вот, 40 минут прошло. Все у меня готово. Ой. Вот. Все готово. Я еще поставила плюс картофан варить. Вот. Ну, и все. Рыбка моя под маринадом готова. Готовьте, как я. Готовьте лучше меня. С вами, как всегда, ваша Ольга. Все. Пока. Пока.